У Каришмы есть талант, а у Карины деловая хватка. Обе девушки остались незамеченными просто потому, что они девушки. Даже Каришма, которая фактически родилась с божьим знаком, что она следующая суперзвезда Капуров, единственный ребенок, унаследовавший волшебные светлые глаза своего дедушки, не получила ни поддержки, ни признания. Ее бросили в бизнес и заставили тонуть или плыть самостоятельно. И как только она доказала свой талант и попала на вершину, ее выдали замуж. Но Карина никому не позволяла превращать свою жизнь в трагедию. Сначала потому, что у нее была сестра, которая защищала ее. Каришма вкалывала сутками, следила за тем, чтобы ее младшая сестра ходила в самые престижные школы, покупала лучшую одежду и лучшую еду. Каришма была заброшена в индустрию в 16 лет, даже не доучившись в школе. Карина же дебютировала в 20, после того, как закончила школу и прошла интенсивный трехмесячный курс актерского мастерства. Мало того, она получила своего рода дебют мечты. В паре с Абхишеком Бачаном, который в то время встречался с ее сестрой, а также известным режиссером Джей Пи Даттой. Фильм «Отвергнутый» имел прекрасный актерский состав второго плана от Анопа Макхера до Сунила Датта и Джеки Шрофа. И это сработало. Фильм хоть и не имел большого успеха, но не разочаровал зрителей. Обучение и дебют Карины состоялись только благодаря Каришме. Но выбор стартового проекта был за Кариной. В 19 лет ей предложили «Отвергнутых» с Абхишеком Бачаном и «Скажи, что любишь» с Ритиком Рошаном. На самом деле она подписалась на последний, но отказалась, потому что посчитала, что режиссер Ракеш Рошан слишком много внимания уделяет своему сыну, а ее роль страдает. Это казалось ужасным решением. «Скажи, что любишь» добился ошеломительного успеха, а «Отвергнутый» стал просто средним. Я не говорю уже об обжигающей химии, которая, как позже выяснилось, была у нее с Ритиком во многих других их совместных фильмах, и которую она могла бы иметь и в своем первом проекте. Казалось, будто Карина поставила не на ту лошадь. Но в долгосрочной перспективе она оказалась абсолютно права. Ее первый фильм был отличным стартом для нее. Без давления. В то время как Амиша Потель не справилась со своей славой после дебюта. И на самом деле такой старт не дал ее карьере такого скачка, который мог бы быть. В долгосрочной перспективе все решения Карины оказались правильными. Она в одиночку преодолела все взлеты и падения в своей карьере и сделала это блестяще. Я не говорю о том, что у нее не было провалов. Они бывают у всех. Но она никогда не делала таких разрушительных ошибок, которые мы видели у других членов ее семьи. Никакой череды фильмов только ради денег, как у ее сестры. Никаких травмирующих провалов и личных скандалов, как у ее кузена Ранбира. Просто плавание под парусами. Мне бы очень хотелось увидеть, как бы выглядела студия РК, управляемая Кариной и возглавляемая Коришмой. В личной жизни у Карины тоже было все неплохо. Она встречалась с молодым Шахидом Капуром. Они открыто говорили о своих отношениях, вместе ходили на ток-шоу и мероприятия. А потом они расстались. Но также не скрывали этого от СМИ. У них не было неловкого периода, когда они притворялись, что еще были вместе. Не было танцев вокруг бубна с журналистами, и все сразу поняли, что они разошлись. И поклонники также сразу поняли, когда она начала встречаться с Саифом Аликханом. Да, он был мусульманином, разведен и имел двоих детей, к тому же старше Карины на 10 лет. Но они всегда вели себя достойно. Им нечего было стыдиться, и люди их полюбили. В 2012 году Саиф и Карина поженились. Сейчас у них двое общих сыновей, а Карина продолжает сниматься в фильмах. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте одарить его своим щедрым лайком. Ну а я пошла готовить для вас историю о другой ветке капуров. Реши не ту и ранбери. С вами была Мила, до новых встреч!